Всем привет дорогие друзья! У нас сегодня воскресенье и я решила сделать себе наконец-то выходной. После того, как мы приехали с моря, у меня прям столько работы навалилось, я не могла все разгрести. И сегодня махнула рукой на всю работу, всю работу все равно не успею переделать. Решила в воскресенье сделать себе выходным, потому что нельзя в таком темпе, в таком графике работать. У нас сегодня замечательная погода и хочу вам показать розы. В прошлом году розы цвели только весной и осенью, летом не цвели, потому что, не знаю, из-за жары или из-за дождей. А в этом году я постоянно подрезаю и вот они постоянно цветут, радуют глаз. И эта розочка всегда радует. Такая красавица. Не кусочка, а паника, как роза пахнет. Класс, да? Сейчас переключу мясо и пожарю котлетки. Так, котлетки жарятся, супчик гороховый почти готов. И еще я сделала спагетти. Сегодня думаю привести в порядок свой несчастный многострадальный огород. Наконец-то я приведу его в порядок. Да, Микушечка? Просто без слез тут смотреть нет сил. У меня получается, как мы приехали с моря, у меня не было свободного времени заниматься огородними делами. И я вообще думаю, слава богу, что у меня не 10 соток. Мне вот этот маленький клаптик земли бы в порядок привести. И у меня уже трава газонная заколосилась. Наверное, это плохо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Ребята, можете меня поздравить. Я привела свой участок в порядок. Вырвала всю траву. Подстригла газон. Подвязала персик. Я его осенью буду формировать. Подвязала малину. Она у меня уже падала. Одна травинка осталась. Завтра вырвала. Я здесь полила. Здесь лучше не ходить. И огурчики. Удобрила. Замурчировала. Они у меня, видите, болели снизу. А сверху вон хорошие. Хорошо плодоносят. Урожай собрала. И помидорки обработала от фитофтора. Помидоры это ужасно. И, кстати, здесь в помидорах у меня выросла дыня и арбуз. Вот дыня вот эта, а арбуз где-то был еще. Или мне показалось. А, вот. Но я их не убираю, потому что помидорам недолго осталось, а не ранние. Но очень много от них плодов было. Из сайта Минючик нам прислали на обзор вот такие инструменты. Первое, что хочу показать, это вот такие вот клещи. Не знаю, как точно они называются, но с помощью этих клещей можно снимать изоляцию, перекусывать провода. Обжимать клеммы на проводах. Ну, давай попробуем, как они работают. Давай. Ну, здесь есть ограничитель для того, чтобы устанавливать длину очищаемых проводов. Ну, попробуем вот такой вот толстый у меня есть провод. Не знаю, получится ли. О, получается. Хорошие клещи. Вот так вот снимаем изоляцию. Также здесь можно вот так. Раз. Ух ты. Раз. Класс. И все, готово. Здесь можно восстановить длину. Здесь вот клещи есть, можно перекусить. Классная вещь. Второй инструмент у нас. Это обжимка для клемм и для соединений проводов. Ну-ка, закручиваем вот так. И что получается? И у нас многожильный провод, вот он в наконечнике получается. То есть, его не нужно запаивать, облуживать его не надо по ямельникам. Раз, вот так и все. Можно его куда-то там выключать или в какую-нибудь, или в розетку вставлять. То есть, он не будет размлохмачиваться, ломаться, не будет. Немножко наконечник большеват. Сейчас я другой попробую. Для этого провода. Вот, это прям в самый раз. Вставляем вот так. Раз. И вот как получается. Видно? Угу. То есть, он обжимает ей. Все. Он никуда не денет. Вот этот наконечник лучше, это большой наконечник. Видишь, когда если вот такой вот кабель засовывать, многожильный, вот так вот расслабится. У него может вот так вот торчать в разные стороны. Понимаешь, ты когда засовываешь, допустим, куда-нибудь в автомат, одну вот эти вот воткнула, а эти вот в бок вот так валяю, ну, торчат. А это, видишь, все аккуратно. То есть, у тебя весь, как бы, провод используется по максималу, максимальной мощности. Третий инструмент, набор, вернее, инструментов, это набор у нас часовых отверток. Здесь у нас отвертки. Такие вот. Здесь крутится, как положено. Здесь удлинители. Намагниченные. Так, гибкий вот отвод тоже есть тут. Пинцет. Пинцет, да, очень такой. Неплохой. И здесь у нас есть биты на все случаи жизни. Даже вот есть треугольные и звездочки. Не шестиконечные торксы, а пятиконечные. У них есть даже. Есть тройные, крестовые, ну, как крестовые, только тройные. Ну, давай какой-нибудь попробуем. Айфон можно разобрать, да? Да, айфон, часы. Ну, любую мелкую технику можно. Даже вон, какие вон маленькие, малюсенькие, тонюсенькие отверточки. Звездочка, что ли, да? Угу. Настолько мелкая, что даже на нем не фокусируется. Какая-то штучка. Непонятно, еще не разобрался, что это. Ну, на нем написано магнетизе и демагнетизе. Наверное, магнетизирует и демагнетизирует. Наверное, намагничивает и размагничивает. Ну, да. Вот так правильно сказать. А как пользоваться, не знаю. Если знаете, напишите комментарий, как этим пользоваться. И вот это, и что там было? И этим, медиаторой. На гитаре? Дым-дым-дым-дым-дым. Ну, да, это профессиональный инструмент для... Непонятно. Да, наверное, ну, тоже это, видишь, всякие телефоны там отковыривать, отковыривать, когда разбираешь. Их подсовывать, чтобы разобрать. Ну, это более ювелирный, так сказать, инструмент для более тонких работ. Себе на сайте Нью Чик я заказала вот такие вот кисти для косметики. Белая деревянная ручка и нейлоновая кисть. Набор разных кисточек для макияжа. А также я заказала маме вот такой вот кулон. Она у меня любит такие кулоны. В общем, мы в Горловку все-таки собираемся поехать. Вот, как раз приеду к ней с подарочком. Она у меня любит такие кулончики. Специально для нее. Вот такие вот разнообразные товары можно заказать на Нью Чик. Это все нам прислали на обзор. Ссылочки на каждый товар я вам оставлю в описании. Переходите, смотрите, заказывайте. И на сайте Нью Чик сейчас проходит горячая распродажа. Ссылочку я вам оставлю в описании. И промокоды на скидки тоже оставлю в описании. Переходите, смотрите, заказывайте. Вот такое вот разнообразие. Можно порадовать и себя, и мужа, и маму. Ну, смотрите, где нашла себе местечко полежать. Деловая колбаса. Кися, тебе удобно там лежать? Микки интересно посмотреть. Там кошка сидит, представляешь? Тебе хочется посмотреть? Давай. Господи. Ой, мамочки родные. Смотри. О, видишь, кошка там лежит. Тебе больше интересно, что здесь. Видишь, лежит кошка там. Ей хорошо там. Ну что, давай, сниму. Сейчас одна дома. Максим гулять пошел. Леша поехал в Леруа. Он сейчас делает откос. У него там что-то закончилось. Микочка, у тебя такой подарок шикарный. Леша купил Микки корыто. Только я не знаю, как она в него залазить будет, и как она с него будет вылазить. Но плавать она там будет шикарно. Микушка, это твоя ванна. Микку набрали. Сейчас будем погружать. Это и я сюда влезу. Ну, у меня вопрос, сможет ли она с него вылезти, и сможет ли она в него залезть. Ну, залезть сможет. Ванна уж залазит в нашу. Но она сама не залазит. Ее надо погрузить. Ну, не кидай ее туда. Залазь, Микка, залазь. Она взялась ли у меня. Но ее надо погрузить туда. Посади ее. Она ныряла только что. Ой, ее подводную съемку можно, как она ныряет. Давай, давай, Микка. Молодец. Давай, залазь. Давай, 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 ты молодец. Микка. Ой, ты молодец. Микка. Микка. Купай. Микка. Класс. Тебе нравится? Новая корыда. Ну, я думаю, больше не надо воды наливать. Почему? Ну, она еще. Ну, вылазит она оттуда хорошо. Это нормально. Доставай, доставай. Доставай сливу. Доставай сливу. Залазь, давай, быстренько. Залазь. Лапами шлеп, шлеп, как утки. О, Микки, во рту слива. Посмотрите на это чудо. Микочка, какая ты красивая. А что у тебя во рту? Так, надо подушечки постирать. Короче, в общем, сняла наволочки. Буду сейчас стирать. Вот эти, наверное, отдельно коричневые постираю. Мне кажется, они будут линять. Я их, по-моему, и стирала отдельно. А вот эти вот можно будет сразу с покрывалом. Мне так нравится вот это покрывало на лето. Оно вообще классное. Вообще, вот эти кружева, их нужно утюжить. Но я в последний раз стирала. И, ребята, вот так вот прямо постели его. В общем, вот такая вот, да, я негодяйка. Можете мне писать это в комментариях. Я уж привыкла. Вот, так что я сейчас это все постираю. А это отдельно постираю. Микушка. Говорю, залазь ей. Она на диван залазит. Залазь. Залазь. Сюда залазь. Микушечка, залазь. Не бойся. Вот она боится сюда залазить. Там воды нет, а сюда боится. Микушка, ну ты чего? Давай мы тебя сюда определим. Давай. Будем купи-купи. Кайфово же, Мика. Ай, ты моя красавица. Видишь, как хорошо. А ты боялась. Она, может, думала, что все-таки ей нельзя. Ой, как хорошо. У Мики бассейн свой. Ой, 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 ой. Теперь можно здесь плавать, Микушечка. Леша приехал из Леруа и привез мне вот что. Смотрите, что в Леруа продают. Глазом своим не верю. Как такое может быть? Да, Микушечка? Довольная. Плавалась, а то ходила, мучалась от жары. Вот, у нас сначала была вот такая вода. Теперь Леша сделал систему непрерывной подачи воды. Ну, так скажи, что это временный вариант. Временный вариант. Вообще, Леша хочет ее сделать, чтобы она у нас была в погребе. Бочка, если одной 80-литровой нам будет мало, тогда он поставит, чтобы было две. В общем, как это работает, Леша, расскажи. Ну, и здесь вход, магистральный трубопровод. Здесь пошло на дом. Сначала у нас фильтр идет, потом тройник. Здесь пошло на бак вентиль, шаровый кран. Здесь я в баке поставил поплавковый кран. В баке выходит три четверти шланг. И на насос. Насос вилы повышающий. Вот. У него есть клапан, который автоматически его включает. Но, к сожалению, он не работает в такой системе. Для того, чтобы он работал, нужно бочку ставить выше, чем все краны. Тогда будет клапан тут работать. Вода сейчас идет, как бы, набирается в бак. С бака на насос и пошло в дом. Здесь я поставил клапан трехчетвертный. Чтобы, когда работает насос, у нас вода не уходила в магистраль. То есть мы не снабжали водой наших соседей. Эту систему можно сделать полностью автоматической. Но, единственное, нужно поставить сюда клапан давления воды. Чтобы он включал автоматический насос, когда мы открываем кран. В общем, Леша собрал эту систему. Чтобы проверить, как она работает, нужно будет докупить потом этот клапан. И он это все соберет в погребе. И мы вообще не будем там ничего, вот эти краны все крутить. Просто у нас будет постоянный запас воды, которым мы будем пользоваться. Не затрагивая вот эти все вентили. Она будет работать автоматически в погребе. Мы ее даже видеть не будем.